Не стоит так сильно переживать поводу того, как вы говорите. Бог не сидит и не говорит так, типа, что так. Ты не сказал правильно, поэтому, пожалуйста, не подходи сейчас ко мне. Вот когда научишься правильно просить, приходи. Бог отвечает на наши сердца, и Он слышит наше сердце. Бог хочет, чтобы они были спасены. Поэтому говорите как угодно. Он знает. Он знает, что в вашем сердце. Но используйте веру. Я имею в виду вопрос о том, что мы прожим. Когда мы прожим, чтобы получить что-то, чтобы получить что-то, чтобы улучшить что-то, is it important really to understand how to ask so that when we receive that, we understand what we get, not just like God gives us something and we don't know is it from the Lord or... You know what I mean? You mean as specific? Yeah. You know, sometimes it's... Is it sometimes important really to be certain in a prayer? Okay, so translate now in Russian. Okay, everybody has different opinions. Okay, here's my opinion. It doesn't mean I'm correct. И это не значит, что я на 100% прав. Но я думаю, что, возможно, я прав. I think that people become very religious with prayer. What Paul talks about in Colossians. Where people feel like how they observe the holy days, how they pray, how they fast, all these things, and they become very... Makes them spiritual. Again, it's not what we do, but it's the attitude in our heart toward what we do, right? So, if you observe certain days, or you fast, or you pray, good, that's good. There's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. You know, it's true. Right? If you have more of a Jewish approach, or more of a Gentile approach, hallelujah. If you have more of a Jewish approach, or more of a Gentile approach, hallelujah. Но важна мотивация сердца именно. И что касается молитвы, часто я говорю, что люди, некоторые становятся очень религиозными. И Ишуа много говорил об этом. И по поводу молитвы Ишуа сказал, вот как стоит молиться. И Он сказал им, как молиться. Это очень простая молитва. Мы называем ее Господней молитвой. И там есть принципы о том, как молиться. И когда мы просим, чтобы происходили какие-то вещи от Бога, то нам стоит молиться о Его Царстве, о Его воле. И есть много еще вещей, которые Библия говорит о молитве. Поэтому, опять же, с другой стороны, важно молиться за конкретные вещи, чтобы видеть, что Бог делает. Но Богу не нужны инструкции каждый день, как мир должен быть устроен. Понимаете? Не думайте, что пока вы Богу не расскажете детально, что вы хотите, то ничего не получится. Достаточно сказать, что да придет Царствие Твое, да будет воля Твоей в жизни моей, моих детей, церкви, пастора. Господи, да будет Твоя воля, и придет Твое Царство. Это прекрасно. Это высвобождает Божью волю. Вместо того, чтобы молиться так, Боже, сейчас пастору нужно вот то, вот то, вот то. Потом у него еще встреча. Сегодня вот за это, пожалуйста, тоже там сделай. И потом и туда, сюда. И когда я путешествовал по миру, мне вообще просто, ну, я ненавидел это слово, когда говорит, сейчас придешь на молитвенную встречу. Потому что многие молитвенные встречи или собрания, они нудные. И там начинается вот это, да-да-да-да. Люди молятся и рассказывают Богу, что Он должен делать. И они даже не используют нормальный свой голос. О, Боже! И мы едем сегодня, of our bread. Да, и нам, пожалуйста. То есть, типа делают такой Божий голос. Мы не говорим, как они обычно в жизни говорят. Ты hear what I'm saying? Ну, молитва — это не тема сегодняшней нашей. Но то, что я хочу вам сказать, что Бог отвечает на молитвы. Иисус сказал, что не нужно говорить Богу длинными молитвами. Потому что Он и так знает. Подумайте об этом, то, что говорится в Псалмах. Вам не нужно говорить Богу длинными молитвами. I think that's why Paul says, pray without ceasing. The apostle Paul says, pray without ceasing. Ceasing? Pray without stopping, sorry. А, окей. Павел говорит, что непрестанно молитесь. So you can just say short prayers all the time. Что, например, вы можете говорить короткие молитвы постоянно. You don't have to stop and have pray for an hour. И вам не нужно, например, останавливаться, потом молиться час целый. You say a prayer that lasts 10 seconds. Можете сказать молитву, которая длится 10 секунд. И потом еще, и еще, и еще. Это мое мнение. Okay. So I asked you to study about King Saul. And to read about insecurity in his life. Now the problem is we don't have a microphone. I wanted you to be on a microphone. It's going to take so long that way. Way too long. Okay. So what I want you to do is, do you have a microphone you can give each one? Why? They are poor. Thank you. Thank you. They need to pray for a microphone. Oh! They need to pray for a mic. Yeah, okay. Надо молиться за микрофон. All right. It's okay. Сейчас мы молимся. У нас вера теперь есть. All right. So, if you saw somewhere where King Saul was insecure, just go over to the microphone. How do you want to do this? I can just repeat what they say. Yeah, but the problem is, I don't want it to take too long. Okay, I'm not going to do that this time. Let's do that. I can repeat after them, like in Russian, then in English. Yeah, but the problem is, I know how much teaching I have to do before tomorrow. I don't have so much time. If we had a microphone, it could go much quicker, so it's difficult. Okay, so let's do five people. All right? And what I want you to do is tell him, where do you see insecurity with King Saul? I'm going to say, in which you see the protection of the king Saul? All right, say what chapter, what verse. You say, what chapter, what verse. And don't take a long time, because I still have much teaching. And don't take a long time, because I still have much teaching. Okay, so if you have it, go ahead. Давайте, подходите, Наталья. No, no, just tell her, it's going to take too long. Just tell her to tell you. Sorry, 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 Mike, sorry. It's okay. It's okay. So, in order. Do you remember the location? Do you remember the location? 13.8. 13.8, okay. So, his insecurity was that he was pleasing people. He tried to please people. Good, very good. In 13.8, that's a good example. Да, хороший пример. Okay. And for those who didn't see the first video, or weren't here yesterday, we're talking from 1 Samuel 13. И те, кто не смотрел первое видео, мы говорим о 1 Царстве 13-й. Good. Okay, so he was fearing the people. Итак, он боялся людей. So, there's the insecurity. В этом его незащищенность. So, now he makes a bad decision. И у него из-за этого он неправильные решения принимает. So, that's what we do. То, что мы делаем. Anybody else? Another example. Кто еще? Следующий пример. Так, руку и говорит. Сейчас. Ольга. Какая глава? Какая глава? First few verses in chapter 13. It says, like, that Saul had more soldiers with him, but his son won that battle, but Saul, like, accepted his... The credit. Yeah, he took the credit. Very good. Excellent. Good, good. And it's like a pride, like... Yeah, good, excellent. Отличный пример. All right, what's another example? Does anybody else see another example? If you didn't read it, don't look for it now. I'm hoping you read this last night. This morning. Если не прочитали, просто скажите пример. Okay. Не говори стихи, скажи в общем. She says, like, she doesn't remember the passages, but she can say, like, his insecurities were in fear, fear of people. Yeah. He was afraid of people. He was... He was... He had... He hadn't faith, actually. He didn't trust the Lord. Yeah, but I want examples. I want chapter and verse. Okay. Okay. I mean, we already said that. That's good. That's true. But give me chapter and verses where you see it in the story. I mean, you should have a Bible with you, I hope, if you come to Bible study. Also, like, this, that he didn't trust the Lord, we can see that in 1452, like, every... Sorry, what verse? 52. 52? Yeah. What chapter? 14. Okay. That every person that was strong, in his eyes, he took to his army. Like, he trusted to the strength of people. Okay. All right, look in chapter 13, verse 11. 13, 11. So, Samuel comes and says to him, Why did you do things the way you're doing them? Why did you make a sacrifice? That was the role for the prophet-priest. Right? You're the role of the king. So, why did you do this? Then what does he do? He blames Samuel. When I saw that you were late, And he said, Well, I thought, you're late. I felt compelled. I felt obligated. And I felt obligated. In other words, if you would have been on time, you could have done it. Well, if you were, if you were, then you could have done it. But there's a war starting. But there's a war starting. I didn't have time to wait for you if you're late. And I don't have time to wait for you if you're late. So, what can we say about insecurity? And what can we say about insecurity? What? He was impatient. Yeah, but it's true. True. He wasn't... He wasn't... He wasn't not obedient to the law. Right, right. Yeah, true. Go ahead. He didn't try to accept his mistakes, but he's trying to cover that. Right. Okay, hear that. I'd say that in Russian to everyone for the tape, video. Okay, that's what you do. I'm not just talking about Saul, I'm talking about you. Talking about me. We're never going to grow until we see these things in ourselves. And so, we have a tendency to begin to... No, so you've never done this, is that what you're saying? No, she's telling her neighbor, like, now you understand? Oh, you're underused your problem? All right, I love it. That's great. Okay. She says, like... You're obviously a very funny person. Сейчас, сейчас я его удивлю. She said, like, today I get free of my insecurity. Yes, that's okay. She said, we're on the same page, we're, you know, we're like, okay, I have the same problem. Okay, so, all right, so let's talk about this point for a moment. So, when someone shows me that I've been wrong, and I begin to make excuses, then, that's an opportunity for me to see, oh, there's insecurity. It's an opportunity for me to see, oh, there's insecurity. Right? Remember, what's your name? The girl back here, the blonde here. Как тебя зовут, девочка? Right? Remember what she said? She said, she... Right? So, you learned yesterday, it's okay to be wrong. 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 Ну, это нормально ошибаться. See? Saul could have said, oh, you're right. I was wrong. Saul мог сказать, ты прав, я ошибся. I felt stressed. I felt pressured. And I know, I did the wrong thing. Он мог сказать, я знаю, я сделал неправильно. Please forgive me. Прости меня, пожалуйста. You know. What can I learn from this about myself? Что я могу узнать, к чему я могу научиться о себе, исходя из этого? And it would have been okay. И я думаю, что было бы положительный результат от этого. But what happens is, you do this, I do this. If we're insecure, we try to make excuses. Но что происходит здесь? И это происходит с каждым из нас, если мы чувствуем незащищенность, что мы начинаем оправдываться. Right? I slept too late. My dog ate the homework. Я проспал, моя собака съела мое домашнее задание, например. I got lost on the way here. And we tell all our stories of why. So what I'm saying to you, this, when you start to do this, because we do this, then it's an opportunity for you to see, oh, insecurity. И то, что я вам хочу сказать, что когда мы начинаем так поступать, это для нас, на самом деле, возможность увидеть незащищенность в себе. In other places you'll see here in the story that Saul makes a monument to himself after the victory. Еще мы видим случай, когда Саул ставит себе памятник в честь его победы. See, insecurity causes us to feel like I have to praise myself. И вот эта незащищенность заставляет людей чувствовать, что мне нужно себя прославить как-то. Why? Потому что я не чувствую себя хорошо. У меня нехорошее впечатление о себе. Поэтому нужно сделать что-то, чтобы прославить себя. Потому что я чувствую незащищенность. Но когда мы чувствуем защищенность, мы чувствуем, что мы любимы. Мы знаем, что Бог нас принимает. Такими, какими мы есть. И нам не нужно прославлять себя. Another sign will be as if other people received praise, like Jonathan received praise, then Saul made himself the one to get the credit. Также вот этот случай, то, что мы сказали, что Иоаннафан на самом деле получил славу, потому что он действительно сделал что-то хорошее, но Саул присвоил себе эту славу. In other words, another way to see insecurity in your life is how do you react to when other people are successful or are blessed? Другими словами, как еще можно увидеть незащищенность в своей жизни? Это по реакции на благословение или успех других людей. So, when other people are blessed, does it make you feel sad? Итак, если какие-то люди получают благословение, вы переживаете по этому поводу, вы расстраиваетесь из-за этого? И это возможность увидеть незащищенность. И позвольте Господу исцелить вас от этого. Чтобы вы становились счастливыми, когда Бог благословляет людей вокруг вас. Потому что вы знаете, что Бог позаботится о вас тоже. Otherwise, we always are disappointed or feel left behind or sad when others have something good happen. See, all of us are like a cup of water, okay? Каждый из нас вот как стакан воды или как бутылка воды. And imagine, this is you. Представьте себе, что это вы. And the water is love. А вода — это любовь. So, you need to be filled with love. Вам нужно быть наполненными любовью. But not all of us have been given love. So, our cups are not full. И так, стакан или вот эта бутылка не полная. So, maybe it's only half full. So, then what do we do? Что же делать? We do things to fill the cup. Мы делаем какие-то вещи, чтобы заполнить эту емкость. You could say we have a love deficit. Мы говорим, что у нас дефицит любви. So, we find something to fill, to make us feel good about ourselves. И мы ищем что-то, чем бы мы могли заполнить эту пустоту, чтобы чувствовать себя хорошо. И так, если у вас есть боли или раны, вы будете пытаться делать что-то, чтобы чувствовать себя хорошо. Может быть, алкоголь, может быть, еда или алкоголь. Разные люди делают разные вещи, чтобы заполнить вот эту пустоту. So, what has to happen is, we have to find our security in the Lord. Это нам нужно найти защиту в Господе. And you have to learn to walk by faith. Because you're never going to understand everything that's happening in your life. Потому что вы не поймете всего, что происходит в вашей жизни. Why everything happens. Почему все происходит. If you try to understand everything, you're going to be very insecure. И если вы будете пытаться понять все, и у вас не будет получаться, вы не будете чувствовать себя защищенными. Потому что Бог не дает на все объяснения. Что Он хочет и ожидает от вас. Чтобы вы доверяли Его характеру. Right? That's what happened with the disciples. Вот что произошло с учениками. Big crowds are following Jesus. He's turned fishes and bread and multiplied them to feed 5,000 people. Он благословил хлеб и рыбу. И они умножились, чтобы накормить людей. And it says they wanted to make Him king. И написано, что они хотели сделать Его царем. We like what we see. Нам нравится, что мы видим. He has authority. He's feeding us. Things are going good. У Него есть власть, авторитет. Он кормит нас. Все хорошо. Но написано, что Он знал, что в сердце человека. Обратите внимание. Their motivation was not correct. Right? Их намерения были не совсем правильными. So what does the Lord do, when our motivation is not correct? He allows things to happen in our life that we don't understand. And then we have to make a decision. Are we going to continue to follow Him? Trust His character? Or are we going to turn away? Или отвернуться от Него? And that's what happened that day. И вот что произошло именно в тот день. He then said to everybody, if you want to follow Me, He said, eat my flesh, drink my blood. No one understood what He was saying. And it says from that day, many people did not... Many of His disciples, it says. Disciples. Many of His disciples followed Him no more. I call that the eat my flesh, drink my blood test. What is that test? So then He looks at the people leaving, and He doesn't run after them, saying, oh, you misunderstood me. I'm only speaking in a parable. And how do you understand? And how do you understand? And how do you understand? It's interesting that Jesus wasn't very concerned if all the crowd was happy and following Him. And it's interesting that Yeshua was not very concerned if all the crowd was happy and following Him. And leaders could learn a good lesson from this. And leaders could learn a good lesson from this. What is the call of a leader? To bring you to your future? To bring you to your future? Who you were meant to be. That's my call for you. That's my call for you. Right? Through teaching you to help bring you to your future. Научить вас к тому, чтобы вы пришли к своему будущему. То же самое с пастором. So, a pastor is not here to make you happy. That's where people have wrong thinking. A pastor is here to bring you to your future. A pastor is here to bring you to your future. Not make you happy. Sorry. Not make you happy. Not do what you want. See? And most pastors are trying to make everyone happy. And that's what people think. That's why we have a pastor. Someone to do everything we want him to do, so we can be happy. It's twisted. It's incorrect. Pastor is not here to make you happy. Jesus didn't try to make people happy. Ишуа не пытался делать людей счастливыми. So, when they misunderstood and they walked away, Bye. И когда они не поняли и ушли, то, окей, до свидания. Он позволил им уйти. This is Jesus. Loving Jesus. Это любящий Ишуа так поступил. And he says, Bye. Он сказал, до свидания. И он повернулся к ученикам. В 12. И спросил, вы тоже уходите? И Петр сказал что-то очень важное. Он сказал, у тебя слова вечной жизни. Куда нам пойти? Другими словами, у них было достаточно опыта от Бога или переживания Бога, что они не хотели уже возвращаться. Но, тем не менее, конечно, у них в голове они недоумевали. Они не могли понять, почему он сделал то, что он сделал. Правильно? Правильно? То есть, у меня достаточно знаний, чтобы уже не возвращаться. Но я также не знаю, или я хочу продолжать. И то, что Петр сказал, это было правильно. Я не понимаю, но у тебя есть слова вечной жизни. Что Господь делает в вашей жизни? Вот почему я начал именно с этого стиха. Что израильский народ видел дела Божьи, а Моисею открылись его пути. Я учу вас о путях Божьих. Вот, что Бог делает в ваших жизнях. Псалом 103, 7. То, о чем мы вчера говорили. Правильно, 102 или 105? Да, мы не должны посмотреть это снова. Да, я просто... Хорошо, так... Так Господь видит наши сердца. И иногда Он позволяет определенным вещам происходить в наших жизнях, которых мы не понимаем. И нам стоит принимать, делать эти решения. Буду ли я доверять Господу на основании Его характера? Или я отвернусь и не буду переживать то, о чем мое будущее? Услышьте меня. Вы не сможете пережить то, что Бог имеет для вас без трудностей. Многие люди отворачиваются, потому что пастор не сделал то, что я хотел, чтобы он сделал. The pastor. And what happens is, reality is, is we begin to look to authority figures and expect them to do for us what we want. Rather than trusting God. God can do for us whatever we need. может сделать для нас все, что нам необходимо. Он может открыть любую дверь и закрыть любую дверь. It's not the pastor's role to be God. It's the pastor's role to take you to your future. And that means not always make you happy. It means not always tell you what you want to hear. Because we were studying that yesterday. It's not just about the fear of God, but it's also about the fear of man. it's not the fear of God, but it's not the fear of God. It's not the fear of people. It's not the fear of God. some pastors fear what the congregation thinks more than they think about what God thinks. I remember I was pastoring the church and the church that I pastored had been there for many years. And when the pastor no longer did what the people wanted, they quit giving the money on the offering. That's how they controlled the pastor. And so there came a point after two, three years I wasn't doing what they wanted. 2-3 года они пришли опять же к моменту, что я не делаю то, что они хотят. And people were coming to the Lord, good things were happening. But I had an older group of people, and they were very controlling. So they started keeping their ties. We take care of you. And one of many of them, what do they even told me this? And so what did God do? What did God do? But God sent in some new people. God sent in some new people. And they gave more money, than the people took away. And when they tried to starve me, the money doubled. And when they tried to starve me, the money doubled. I could have feared the people. Right? There's not the money to do the work, so I'll do what they say. What I'm saying to you is if you're going to do God's will, you're going to pay a price. Everybody is going to have difficulty. Everybody is going to have difficulty. Everybody is going to have difficulty. Those who serve the Lord, those who don't serve the Lord. The problem often with people who follow the Lord is, they want a life with no problems. The problem of people who follow the Lord is that they don't expect and they don't expect to have any problems in their lives. That's not in this Bible. But what God says is, He helps us overcome the problems. So we learn from them. Right? So we become stronger. Problems are not the problem. Problems are not the problem. It's what's in us. I can overcome anything by God's strength and grace. But see, if we feel insecure, and then problems come, we feel God is rejecting us. Right? Right? We feel distance. We feel distance. So what I wanna encourage you is, God loves you. I want you to encourage you. God loves you. But He's going to bring problems in your life. But He's going to bring problems to your life. He's challenges. But it's not a bad thing. But it's not bad thing. It's not because He doesn't love you. It's not because He doesn't love you. It's because He does love you. It's because He does love you. And that it's through what you learn, that you are allowed then to possess what He has for you. И через вот эти сложности, благодаря его любви, вы получите то, что он имеет для вас. Помните Псалом, где говорится об Иосифе? Мы вчера читали. It says, until Joseph's word came, the word of the Lord tested him. Псалм 104. Here, I'll get the verse for you. Maybe it's Psalm 105. Psalms 105.19. Доколе исполнилось Слово его, Слово Господне испытало его, 104.19. So, if you're going to possess what God has for you, you have to accept the trials. Чтобы получить то, что Бог имеет для вас, нужно принять также и испытания. И спросить Бог, чему ты учишь меня? И когда вы находитесь в испытаниях, спрашивайте, Боже, чему ты меня учишь сейчас? И Он покажет. Чтобы вы научились тому, чему нужно научиться, чтобы вы прошли испытания. Он не хочет, чтобы ваша жизнь была вся в этом испытании. Потому что все, что Бог нам дает, мы за это понесем ответственность и отчет дадим. И по этой причине Бог должен воспитать в нас характер. Потому что иначе, если Бог даст вам хорошие вещи в вашу жизнь, они могут испортить вас. Вы видели когда-то испорченных детей? Вы видели когда-то испорченных детей? Вот такими мы можем стать. И по этой причине Бог иногда нам не дает какие-то вещи, чтобы для начала был наш характер развит. Потому что когда Он нас благословляет, чтобы мы действительно могли использовать Его благословение правильно. Итак, когда у нас есть незащищенность, вот определенные знаки или признаки вот этого незащищенности. Первое. Первое. Withdrawal isolation. Okay, when I pull back. Такая как бы самоизоляция. То есть когда человек начинает отходить от общения, например. Притч 18.1. Притч 18.1. A man who isolates himself seeks his own desire. Oh, we have a completely different translation. Can you repeat that in English? Yeah, yeah, okay. It talks about a person who isolates himself, who makes himself apart from others so they can do what they want to do. See, often the reason someone pulls away from church is because they refuse to forgive. Например, люди удаляются от церкви или от общения с церковью, с собранием, чтобы не не прощать, чтобы не высвободить прощение для кого-то. And then we give people a different reason. Well, then we say, oh, I don't like the worship, I don't like the pastor, or whatever. We have an excuse. Okay, a second sign of insecurity is we have a mentality, it's us against them. Okay, you see many, many pastors, many leaders have this attitude. Our group is the superior group. And everyone else is not as good as we are. You know, if you were really serving God, you would be with our group. That's a sign of insecurity. Okay, a third sign is a need to control. The more I feel like I need to control people, it's more a sign of insecurity in my own life. So when you look in the story of Saul, we did not look at everything, but you'll see he has a pattern of controlling. Okay, so if we control, that means we're going to manipulate. Right? Okay, and when we come back after the break, I want to talk about two kinds of manipulation. And after the break, we'll talk about two kinds of manipulation. All right, let's go break.